Богатая история русско-итальянских культурных связей. Тема, звучавшая во всех выступлениях оркестра «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело в Неаполе. Коллектив гастролировал в Италии в рамках традиционных русских сезонов. Примечательно же то, что на концерте звучали фрагменты опер-композиторов 18 века Джованни Поезиелла и Доминика Чимороза, написанные во время их пребывания в России. Любопытнее, что оба неаполитанца были придворными композиторами императрицы Екатерины II. Исполнение их произведений вновь связало города двух стран и заставляло чаще биться сердце петербуржца и музыканта Виктора Высоцкого. Казерта близ Неаполя. Загородная резиденция короля Карла III Бурбона. Этот дворец почти ровесник нашего зимнего, и сопоставим с ним по размерам. 1200 комнат, 1650 окон, 45 тысяч квадратных метров. Впрочем, из всего этого каскада цифр и обилия помещений нас интересует более всего придворный театр, куда привели на прошлой неделе музыкантов из Петербурга пути господни, которые, как известно, не исповедили. Однако известно также, что некоторые из них открылись благодаря горячему участию итальянского журналиста Марко Иннера. Он однажды узнал, что в Неаполе сохраняются музыкальные инструменты, которые наша матушка-императрица Екатерина II подарила своим придворным композиторам Пезиелла и Чемороза. Я узнал об этих инструментах от великого музыколога Роберто де Симоне, который был 15 лет тому назад директором консерватории Сан-Петро Маелла в Неаполе. Поскольку можно сказать, что начало светской музыки в России это все благодаря нашим итальянским композиторам. И мне казалось, что это был очень хороший повод, чтобы сделать мост взаимопонимания между нами и вами. Вот это один из главных героев нашей истории, ради которого мы, собственно говоря, и приехали в Италию. Пианофорте Атауэла. Фортепиано в форме стола. Инструмент, который Екатерина II подарила своему придворному капельмейстеру Джованни Пезиелла, когда закончился его срок службы в Петербурге, и он должен был вернуться в свой родной Неаполе. На встрече со старинным фортепиано при поддержке Российского министерства культуры в рамках проекта «Русские сезоны» и итальянских партнеров, включая консерваторию, двинулся театр «Мюзик-холл», чтобы идея энтузиастов не осталась пустым звуком, а стала голосом старинного инструмента, дополненным звучанием оркестра и певцов-солистов. Ну и разорванная была связь времен восстановилась. Вот то, что называется «связь времен». Ну это какое-то чудо, что музыка, которая была написана в России, и наверняка Чмороза и Пезиела черпали вдохновение не только во дворцах, хотя это было так, не только во вкусах Екатерины, в общении с ней, но может быть даже в русской зиме, в какой-то русской красоте, в широте души. И эта музыка прозвучала здесь, музыка, которая написана в России, прозвучала здесь, в Казелце. Постоянное место приписки, пианофорте «Атаволо» – первый этаж консерватории в Неаполе, бок о бок с другими священными фортепиано. Ну а вскоре инструмент приедет на гастроли в Петербург на время культурного форума и зазвучит в том месте, где его, возможно, впервые коснулись пальцы итальянского маэстро.